После поездки на дачу Анастасия не показывает свое лицо. Его она вынуждена прятать последнюю неделю. После укуса мошки в глаз девушке даже пришло взять незапланированный отпуск. Прошло часа три. Я чувствую, что мне сложно моргать, потому что века начинает опускаться и давить на глаз. На следующее утро он просто не открылся в принципе. Сильнейший зуд, жар, отек, волдыри, интоксикация – все это симптомы, которые ГНУС приносит на своих хоботочках, рассказывают эпидемиологи. Анастасии не повезло. У нее обостренная реакция на слюну мошки. Девушка пыталась лечиться народными средствами. Прикладывала к веку картофель, садовые компрессы, пила таблетки от аллергии, но ничего не помогло. Антигистаминные препараты ровно точно так же являются лекарственными препаратами. Кому-то они могут быть противопоказаны. Поэтому сказать о том, что вот этот перечень препаратов, да, вот, пожалуйста, вы его можете всегда спокойно пить, наверное, это будет сказано некорректно. Врач-эпидемиолог говорит, что если бы Анастасия сразу обратилась в больницу, отека можно было бы избежать. А тем временем в крае прогнозируют еще и комарийное лето. Дачникам советуют обрабатывать участки, надевать защитную одежду и избегать долгих прогулок у водоемов. Теперь я буду постоянно возить с собой репелленты и брызгать их не только на тело, но и на лицо. Лучше пусть от меня будет вонять, но зато мое лицо будет неотекшее и рабочее. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok